Хорошо, что в Новоузенске построили такой ФОК. Райцентр Новоузенск. Недавно здесь построили и открыли большой спортивный комплекс. Под одной крышей несколько бассейнов, спортивные и тренажерные залы. Самый масштабный в Заволжье ФОК обошелся в 200 миллионов рублей. Тут все соответствует самым современным требованиям. Для спортсменов и любителей построили душевые и раздевалки. Комплекс стал базой для местной гонбольной команды. Егор Андреев каникулы проводит на паркете. По его словам, раньше, чтобы потренироваться, приходилось ездить в другие города. Я езжу на всякие соревнования всероссийские. Этот зал для меня родной. Я хожу в него каждый день. Ну и хотел бы заниматься. Я езжу на разные сборы, на тренировки. И есть залы, с которыми не сравнимы. Большой спортивный комплекс Недана построили в другой части губернии. В Балашове открылся уникальный бассейн. В нем могут заниматься даже инвалиды. Для маломобильных пловцов проектировщики подготовили специальный механизм. Да и воду очищают не по старинке хлоркой, а зонируют. Спортобъект появился по инициативе Вячеслава Володина. Наш земляк помог найти средства для строительства ФОКа. Сколько уже построено? Много это или мало? Я вам скажу, что мало. Мы были вчера в Саранске на празднике республики Мордовия. В Саранске, где население более чем в два раза меньше, чем жители в городе Саратове, у них 12 бассейнов, а это значит, что в городе Саратове должно быть минимум 24. Всего за несколько лет в области построили десяток спортивных объектов. К примеру, в Волынске появилось профессиональное футбольное поле. Такие покрытия укладывают в Европе. Газон всепогодный. Роман Базан, Алексей Чудин. Новости. Телеобъектив.